Российская Госдума новость об избрании Дональда Трампа встретила аплодисментами. Официальное поздравление ему еще утром направил и Владимир Путин. От Трампа в России ждут смены курса внешней политики и более дружественного отношения к России. Оправданы ли эти ожидания, узнаем у нашего московского корреспондента Ольги Драгилевой. Ольга, добрый вечер. Как отреагировала Москва на новость об избрании президентом Трампа? Добрый вечер, коллеги. Можно сказать, что Москва сегодня чуть ли не празднует. Политики с самого утра соревнуются в том, кто громче, ярче поздравит Дональда Трампа и выразит свою радость по поводу того, что он станет новым президентом Соединенных Штатов Америки. Например, Сергей Железняк, один из самых именитых влиятельных политиков Единой России, депутат Российской Думы, заявил сегодня, что вместе с избранием Дональда Трампа избиратель США, я процитирую, проголосовал против русофобской политики. В общем, достаточно большие надежды связаны с Трампом, потому что он не раз во время предвыборной кампании заявлял о том, что с Россией можно дружить, можно идти на какие-то сделки. Владимира Путина, президента России, он называл сильным лидером, даже указывал на то, что Бараку Обаме стоит как-то равняться на Владимира Путина. Трамп критиковал НАТО, он поддерживает операцию России, участие России в вооруженном конфликте в Сирии. Поэтому можно говорить о том, что надеются в России на Трампа, надеются на то, что с его приходом как-то лучится отношение между Россией и США. Об этом же говорил сегодня Владимир Путин. Мы можем послушать сказанное президентом России, как он прокомментировал исход выборов в США, а после этого комментарии российского политолога Станислава Белковского о том, как будут развиваться эти отношения. Но сначала Владимир Путин. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет о том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Сегодня, конечно, в Новоагарево в резиденции Владимира Путина пьют шампанское и водку, потому что дискредитирована американская политическая система, американский эстеблишмент. Но это тактическая радость. А стратегически все может быть не так радужно, потому что, ну, ведь все-таки Дональд Трамп вынужден опираться на республиканский эстеблишмент, на своего избирателя, который далеко не лоялен Владимиру Путину. Но именно республиканцы в последние годы проталкивали через Конгресс идею, например, о поставках Украине летальных вооружений и блокировал реализацию этой идеи именно Барак Обама. Под влиянием, под контролем республиканской партии теперь находится еще и Конгресс США. И это значит, что для того, чтобы как-то изменить политику в отношении России, Дональду Трампу придется еще и конфликтовать, возможно, с собственным Конгрессом. Произойдет ли это, мы пока не знаем, но какие-то первые звоночки и сигналы по поводу развития этих отношений появятся только в следующем году, когда Дональд Трамп примет присягу. Коллеги? С вами был Игорь Негода.